«Дегидация» — это новый проект, который колледж, который «Академидия» создаёт в следующий момент. Это проект создания международных базов знаний, которые могут пользоваться разными подробностями, для этих подробностей. Кроме того, что это самовознание, это огромный проект по созданию, это огромный проект, потому что сообщество, ударь и изменение, играет из-под конкурентов. Сначала я кратко коммунировал все фактически на разных страницах, что представляет все эти люди там же и какого поднашения им мы между ними. А вот это сравнение с огромным миром медиа, это какие идеалы, которые мы стараемся отвечать, это те цели, которые преследуют все проекты медиа, умеющиеся в идеале. И в этом смысле, вегетаны предлагают удачные идеалы. Во-первых, они предлагают, чтобы эти знания, которые создающие проекты медиа, были доступны не только в жизни, но и в жизни. Во-вторых, вкладываются более точные значения, то есть, возможно, потому что недавно доступны, не только для современия, но и для их пользования, вообще никак не ограничены. То есть, если другие проекты медиа подправляются по-другому медицинскому, который направлен определенным ограничением на варианты их пользования, то вегетаны подправляются на условиях публикных публикных данных. Ну, и наконец, они являются... То есть, недависимо от языков, все пользователи работают на одни системы, на одни разводы, которые падают нашу. То есть, люди на разных языках пишут общее дело, и доктор к доступу этой информации получает, говорят, что на таком институте он более любезно не говорит. Значит, что касается задачи проекта? Задача, в первую очередь, касается того, чтобы собрать данные из проекта с института, с института, ну, начиная с института, но и не только с института. В принципе, такую данную задачу раньше стал проект «Вегипедия». Мы собирали данные из «Вегипедия», сравнительно с института, но, во-первых, он не был конкретно института с «Вегипедия», во-вторых, у него не было... Но, во-вторых, у него не было таких института с «Вегипедия» как проект «Вегипедия» и так далее, я говорю, «Вегипедия». И, по-вторых, мне кажется, что «Вегипедия» должны предоставить проект «Вегипедия», то есть «Вегипедия», собственное «Вегипедия», данные по странам 50-х данных, хотя 80-ти данные, и данные будут доступны, как и в «Вегипедия» будут доступны во всех проектах. Во всех проектах «Вегипедия» и данных, во-вторых, старых проектов, которые входят в «Вегипедия» и «Вегипедия». Но, в «Вегипедия» предполагается и пользуются эти данные, в любом институте, в том, что мы будем дать более структурированные допросы, наоборот того, как это делается в Варшаве в Барш. Ну и более дадут перспективы, более простые, более человеческие вопросы, которые люди живут, даже дают изъемным углом. Ну и, наконец, перспективы предполагаются только не данных, но предоставлено сейчас, что мы любим не только Это не рутимидия, не рутимидия, но и произвольную систему искусственного интеллекта и любых производных базов данных. Это демная политика. Я бы ее как раз сказал, что основного пространства данных, оно обучается на условиях мусульманных, в их общественном состоянии. То есть любого мог брать не ограниченные данные из дебятов и использовать потом произвольную опору, хоть коммерки, хоть не коммерки, хоть представляют другие добычи, такие добычи, такие добычи, такие добычи, такие добычи. В том самом лагусь там отвергивается по необходимым угам автора, то есть там добыча, то есть свободный пункт, это максимальный. Но в самом деле программа составляется единственного составляющего проекта, то есть об истории проекта. Доказа открывается долгая дорога, я хотел бы пойти почему-то долгая дорога. При этом, если есть то, что нужна какая-то структурированная базовая планета, которая получает информацию не тем, кто будет видеть, а в доступном консерву, она серьезно стала создаться где-то в 2005 году, в городах, в 2005 году. Например, у нас был такой проект «Ликсен Рэдер», который, в отличие от хранимого формата, она не получила любые условия для развития, но представляла в себе черты, в частности Бакдата, которые могут быть измениться с зелёбородом, в этих действиях, в целом таке, что действительно выполнялись? доходы того, чтобы этот проект реализовал, фактически инициаторами и руководителями этого проекта стала Некомедия Дойфа, что это немецкая Некомедия, но она начала это начало поработок именно Некомедия Дойфа, предполагается потом, что этот проект привлекал Некомедию Фонтейн, а также в марте 19-го года, в марте 19-го года по проекту «Некомедия» мы будем предполагать этот год, это начало период, который мы проводим с Некомедия Дойфа. 1 ноября состоялось официально открытый проект, и теперь мы видим с Некомедией Дойфа Дойфа, где он как бы рефактировался и работал на этом проекте. Командород рабочего проекта – это 8 человек, она в техниках, в жены или в дойфах, но в принципе все они разно работали на чем-то подобное. Технический второй человек, Марк Крой, он работал на проекте «Некомедия». Этот проект у нас создает где-то с 2007-го года, но он так не успеет, потому что не хватает этой сложности, чтобы в мире нормально работает эта информация, как она работает в доме. Вот, соответственно, региональная – это новая попытка создать какой-то такой симметичный фактор того, что этот проект предвлетел и нашел функционировал, того, что для него уже выделил деньги. Причем обратили внимание на то, какие имена. У нас не было, если кто-то по институту, который интересуется сабельным трудом, то есть, по ворону, где-то два пять лет, все люди не вопросом интересуются. Почему я начал этот момент с радиоактопа, когда мы приемли в последствии эти борьбы. Он так же, если в городе Тумор, потому что, когда мы предпринимаем, то есть закон «Мор-7-10». Ну, тогда с кубок точно, которые помогают в виде обеспечения этих проектов, в каких-то мире, состоялось, то предпринимаем внимание и внимание в данном.